Проливные дожди, которые прошли в Краевом центре в минувшие выходные, сегодня стали одной из основных тем планерного совещания в мэрии. Из-за аварии на подстанциях Северной и Почтовой в воскресенье на несколько часов, как в самом городе, так и в пригороде, без электричества остались почти 50 домов. Сильный ливень также стал причиной подтопления ряда улиц в нескольких микрорайонах. В последнее время из-за постоянных дождей на Кубани увеличился уровень воды в реке. Сегодня он значительно выше выхода труб ливневых канализаций. Это затрудняет сток. Откачивающая техника в круглосуточном режиме переезжает с одной улицы на другую. Осушить подтопленные зоны планируют к концу сегодняшнего дня. Но на этом Владимир Ивланов поручил службе заказчика не снижать темпы работ и быть в полной готовности. В ближайшие дни синоптики продолжают прогнозировать кратковременные ливни. Прошу сегодня обеспечить наличие откачивающей техники в городе постоянно, в течение круглых суток, в максимальном количестве. Нужно добиться того, чтобы все 16-17 работали в течение всех 24 часов. И тем более на ближайшее время также прогнозируют дожди, сильные дожди. Поэтому прошу особое внимание этому вопросу уделить. Обсудили на планерке итоги единого госэкзамена. Краснодар показал хороший результат, отметила заместитель главы города Наталья Маханько. Максимальные 100 баллов набрали 65 выпускников. При этом лучше всего школьники сдали русский язык. Высшую оценку по этому предмету получили 58 человек. А вот труднее всего краснодарским ученикам далась математика. Минимальный рубеж не смогли преодолеть 27 выпускников. Однако по сравнению с прошлым годом, эта цифра сегодня в два раза меньше. Отметили на совещании городских спасателей. Медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени Владимир Евланов наградил начальника управления гражданской защиты города Николая Хиля.